Здравствуйте, зовут меня Светлана Владимировна, я учитель химии. Сегодняшняя тема нашего занятия — это состав, структура, реакционная способность алкенов, стереоизомерия. Целью данного занятия является понятие термина «ненасыщенность» и влияние ненасыщенности на свойства соединений. Мы должны с вами научиться экспериментально доказывать ненасыщенность связей в алкенах и уметь различать молекулы ЦИС и трансизомеров, и понимать, какая из этих разновидностей является разновидностью стереоизометрии. Итак, алкены. Алкены — это ненасыщенные углеводороды, иначе их еще можно назвать олефинами или этиленовыми углеводородами. Это ациклические непредельные соединения, в составе которых имеется двойная связь между атомами углерода. Эта двойная связь между атомами углерода создает условия для создания атомов углерода СП2-гибридизации. Угол между атомами углерода равен 120 градусам. Это валентный угол. Для этого класса, для класса непредельных углеводородов, характерен свой гомологический ряд с общей формулой ЦНН2Н. Типичный или простейший представитель гомологического ряда — это этен или этилен. Если мы с вами рассмотрим строение структуры молекулы алкенов, то мы увидим, что двойная связь образована с помощью Пи-связи и Сигма-связи. Сигма-связь — это связь, которая очень прочная и не поддается разрыву. Пи-связь менее прочная, и благодаря наличию Пи-связи алкены участвуют в реакциях присоединения. Поэтому они образуют большое количество органических соединений ненасыщенных. Что значит ненасыщенный? То есть, когда образуется двойная связь, электронное облако сгущается, и по электронному облаку происходит разрыв Пи-связи, и идет возможность присоединения. Сейчас на слайде вы видите образование Пи-сигма-связи. Пи-орбиталь образования происходит за счет перекрывания боковых орбиталей. По центральной у нас образуется сигма-связь. Перекрывание идет вдоль оси симметрии. Поэтому эта связь является наиболее прочной. Когда мы даем название алкенам по международной номенклатуре ЮПАК, название они получили от алканов. Единственное, что поменялся, суффикс. У алканов суффикс «ан», у алкенов суффикс «ен». Если мы с вами изучали, когда алканы мы говорили метан, этан, пропан, бутан, то в данном случае мы уже будем говорить этен, пропен, бутен, пентен, что соответствует для ненасыщенных углеводородов, для алкенов. Итак, давайте попробуем с вами назвать некоторые алкены по номенклатуре. Когда мы говорим о номенклатуре алкенов, то здесь существует определенный алгоритм. Итак, типичный представитель этен или этилен, вы сейчас видите его на слайде, видите двойную связь. Как мы будем называть следующие и последующие представители? Каждый атом углерода мы нумеруем 1, 2, 3. Нумерация идет от первого атома углерода, к которому ближе расположена двойная связь. И нумерация идет с того конца. Или с того конца, где идет разветвление цепи. Когда мы расставили нумерацию атомов углерода, следующий шаг мы смотрим, где стоит заместитель. Если он есть заместитель в цепи, то мы даем ему название тоже. И название мы даем с помощью алфавита. То есть по алфавиту. Вначале называем те заместители, буквы у которых ближе. Например, метил или этил. Конечно, на первом месте у нас будет этил. Итак, мы смотрим с вами на слайд. Смотрим расположение двойной связи и даем нумерацию. Затем смотрим второй шаг в саму цепь. Выбираем длинную цепь, главную цепь. У нас она получилась из 5 атомов углерода. 5 атомов углерода, соответственно, это пентен. У второго атома углерода, вы видите на слайде, стоит этил. Арабскими цифрами мы обозначаем место соединения радикала. Итак, 2-этил-пентен-1. 1-арабская цифра в конце названия указывает на наличие двойной связи в данном соединении. Мы с вами назвали вещество 2-этил-пентен-1. Следующий, посмотрите, ребят, 2-метил-бутен-2. То есть пронумерованы все атомы углерода. У второго стоит радикал метил. Главная цепь состоит из 4 атомов углерода. Следовательно, это бутен. И у второго атома углерода находится двойная связь. Соответственно, мы назовем 2-метил-бутен-2. Следующее соединение, давайте его тоже попробуем назвать. Итак, мы видим, что заместители стоят у второго и у пятого. И они одинаковы. Раз они одинаковы, значит, мы будем давать названия по их количеству. 2 значит ди. 3 значит три. 4 значит тетра. Так как у нас их 2, значит, это будет ди. Один радикал у нас находится у второго атома. И следующий находится у пятого. Мы перечисляем арабскими цифрами. 2,5-ди-метил-гексен-2. 2 в конце названия указывает на наличие двойной связи. Следующий этап нашего урока – это изомерия. Давайте с вами вспомним, что такое изомерия. Изомерия – это строение внутреннее у атомов одного и того же соединения разное. То есть, если внутреннее строение у соединения отличается, следовательно, он проявляет другие физические и химические свойства. Но имеет одну и ту же молекулярную формулу. Изомерия, характерная для алкенов – это изомерия углеродного скелета. Изомерия – положение двойной связи. Межклассовая изомерия. Давайте посмотрим, как выглядит изомерия углеродного скелета. Вы знаете, что все органические соединения по своей изомерии имеют разветвленный скелет и линейный углеродный скелет. Вы видите на слайде разветвление углеродного скелета. Возьмем вещество бутен. В первой формуле вы видите, что двойная связь расположена у первого атома углерода. Поэтому мы называем бутен-1. Второе соединение – тоже бутен. Но мы называем его уже изобутен. Потому что внутренняя структура строения поменялась. Вы уже знаете, ребята, что органическая химия – это химия в основном структурных формул. Чтобы понять, как устроено вещество, какие изменения у него произошли в связи с изомерией. Итак, 2-метилпропен – следующее вещество. Хотя одна и та же у них получается молекулярная формула. Второе положение – двойной связи. Так как это у нас непредельные углеводороды. И у них появилась двойная связь. Соответственно, она может находиться у первого атома углерода, у второго, у третьего. В зависимости от этого меняются их физические и химические свойства. И мы называем вещества. Если у первого атома углерода стоит двойная связь, значит бутен-1. У второго атома углерода бутен-2 и так далее. Следующая изомерия – это межклассовая. Что значит межклассовая? Вы уже знакомы с такими классами органических соединений, как алканы, циклоалканы. Общая формула у алканов, давайте вспомним, CNH2N плюс 2, у алкенов – CNH2N. У циклоалканов тоже CNH2N. Значит, молекулярная формула у них будет выглядеть одинаково. И чтобы разобраться, какое это вещество – циклоалкан или алкен, мы должны знать структурную формулу. И еще одна изомерия, характерная для алкенов – это цис- и транс-изомерия, или геометрическая, или пространственная ее еще называют. Что значит цис- и транс? Цис-изомерия – это когда заместители располагаются по одну сторону плоскости. Вот как вы видите сейчас на слайде, два одинаковых заместителя расположены в одной плоскости. Поэтому это цис-изомерия. Второе соединение – заместители одинаковые, но находятся по разную сторону плоскости. Поэтому это транс-изомерия. Назовем вещества. Первое вещество будет 2-бутен, второе тоже 2-бутен. Изображение вы видите на слайде. Цис- и транс-изомерия означаются буквами. З и Е. Сейчас мы с вами посмотрим видео, лабораторный опыт, качественные реакции на ненасыщенные связи. Как мы можем доказать, что данное вещество является алкеном? Естественно, с помощью качественной реакции. Будет ли этилен, полученный из этанола в присутствии концентрированной серной кислоты, взаимодействовать с бромом? Выделяющийся этилен пропустим через раствор брома в воде – бромную воду. Бромная вода быстро обесцвечивается. Бром присоединяется к этилену, при этом разрушается двойная связь. Так при помощи бромной воды можно определить, что этилен – непредельный углеводород. Итак, на этом, ребята, урок наш подходит к концу. С вами основные темы рассмотрели данного урока. Я вам предлагаю тестовое задание. Сейчас поставьте видео на паузу и прорешайте его. В конце мы с вами сверимся с выполненным заданием. Я думаю, вы все справились очень хорошо. Спасибо вам за внимание. Химические и физические свойства алканов, их применение и получение мы рассмотрим на следующем уроке. Всего доброго. До свидания.